Борис Борисович Капков Борис Борисович, давайте наш разговор начнем с работы общественно-экологического совета нашего города. Он существует уже несколько лет. Давайте напомним нашим телезрителям, какими ключевыми экологическими вопросами, проблемами вы занимаетесь. — Совет по самому названию. Мы советуем с одной стороны. С другой стороны, это площадка, на которой собираются эксперты и прорабатывают те вопросы, которые поднимает население. Либо по нашему плану мы тоже работаем. Проводим круглые столы, проводим различные мероприятия. — Из тех групп населения, которые к нам обращались, можно за последнее время обратить внимание на тех, которые работают с Березовой рощей. Например, там есть определенная группа людей с озером на улице Коммунальной. Потом было коллективное обращение людей по рыбопарку в Сосгороде, рядом с Березовой рощей. Появилась определенная группа, которые проталкивают вопрос по очистке Черного озера. Буквально сегодня я с ними тоже работал с этим вопросом и с ульяновскими проектировщиками, которые сейчас готовят проект. На днях они обещали приехать, то есть мы это дело держим на контроле. Есть группа людей, которые обеспокоены тем, что у нас периодически идет дым со стороны старой свалки, которая по дороге в Тиинск. Они не сворачивают работу, хотят обращаться в суд и сейчас собирают информацию тоже по этой теме. — То есть я понимаю, что сигналы поступают все-таки больше от населения. Причем люди и обращаются индивидуально, просто вот люди. Ну вот, например, есть один человек, с которым мы помогаем работать в плане, то есть, ну, ему, вот он представляет так, что надзорные органы к нему предъявляют повышенные требования. У него на берегу Черемшана участок, вот, садовый участок. И вот мы с ним тоже и с одним человеком работаем, ему тоже помогаем. Но есть и такие проблемы, где формируется целая группа людей, вот, и они к нам обращаются как к специалистам, как к людям, которые могут помочь им подготовить документацию, вот, поднять эту тему на должный уровень и далее ее контролировать. — Скажите, вообще, конечно, проблема очистки водоемов, которые находятся в черте нашего города, их не так уж мало, да, она озвучивается давно. Действительно, озера находятся в запущенном состоянии. Можно ли как-то все-таки решить эту проблему? И что вы делаете, в свою очередь, чтобы вот как-то продвинуть этот вопрос? — Да, и на Черемшане ситуация очень плохая. Мы, ну, многие, ну, практически все бываем на Черемшане, да, и отдыхаем, и кто-то рыбачит там. Мы знаем, что рыбалки там нет уже никакой. То есть ситуация очень плохая, я бы сказал так. То, что мы делаем со своей стороны, вот, я говорю, у нас появилась группа людей, и мы сейчас с ними, например, занимаемся по Черному озеру. Добились того, что объекты, у нас еще вот такая ситуация, что часть объектов, они муниципальные, вот, но их очень мало. В основном это объекты либо областные, либо федеральные. И поэтому приходится вот работать через эти структуры и им доказывать, что, да, действительно, вот, например, Черное озеро, оно настолько уже, значит, стало страшно, что там, ну, дальше уже нельзя терпеть. Вот, с нами согласились, и, значит, в областном бюджете выделили деньги, и в настоящее время вот ведутся проектные работы по очистке этого Черного озера. Ходили вместе с этими специалистами, обследовали, показали им все, рассказали вместе вот с этой инициативной группой, из-за чего эта проблема. Ну, понятно, что, поскольку этот объект, он областной, вот, а с области тут специалисты, в общем-то, не могут постоянно все наши беды, со всеми бедами нашими знакомиться. Поэтому, вот, важна роль как раз и граждан города, вот, то есть, когда, если люди видят, что есть ситуация сложная, ее никто не решает, вот, это не связано с тем, что не решают местные власти. Это возможно, что, ну, надо доводить эту информацию до ума и не ждать, что кто-то за нас придет и что-то сделает. То есть, плохая ситуация, давайте ее решать. И к нам люди приходят, мы помогаем и занимаемся вот с этой ситуацией. Вот совсем недавно, значит, тоже вот это, в общем-то, ну, уже определенная группа людей есть, которые подняли вопрос по незаконной добыче песка, например. Мы с вами этим вопросом уже занимались несколько раз, да, выезжали в эти ситуации. Мы ее подняли на такой уровень, что и инспектора с Ульяновска начали сюда приезжать, вот. И правоохранительные органы взялись за эту работу, и наша полиция, и городская прокуратура, и вот перед Новым годом приезжал, значит, представитель Следственного комитета с Ульяновска, вот. Потому что там столько проблем, вот, всколыхнули, вот. Казалось бы, тема, ну, как, вот, всем нам интересно что-то купить подешевле, да? Люди покупают подешевле песок. А дальше все это разворачивается в такую ерунду, что, понимаете, создаются опасные объекты, создаются фактически карьеры на территории города. Вот мы с вами видели вдоль железной дороги, там, вот за этим брошенным мостом, заводом, около железнодорожного моста, создаются карьеры. То есть, а карьера-то, ну, объект такой опасный достаточно, вот. И сейчас вот в такую погоду, например, там, не дай бог пройдет, ну, ребенок, если попадет, он не вылезет оттуда, да? И пожилой человек не вылезет, поскользнется, не вылезет, вот. И дальше, значит, начинают там свалки создавать какие-то. А в конце концов, это то, что изуродована территория, значит, потом в конце концов дойдет время, что придется ее ведь восстанавливать. За чьи деньги? За деньги жителей города. То есть, кто-то сэкономил, а потом всем придется, значит, из бюджета туда вкладывать деньги, чтобы ее привести в порядок, эту территорию. Ну, и еще такой вот нюанс есть от этой проблемы, то, что вот если от железной дороги вывозили, а была информация, ну, мы, правда, так вот за руку не поймали, что со стороны там свалок тоже песок возили, вот. Вот. Этот песок идет куда-то на благоустройство, вот новые дома строятся, на благоустройство идет этот песок, да. Либо там куда-то на дачные участки, на детские площадки, да. Вот. Ну, представьте себе, что... Вы имеете в виду, что речь идет о том, что какого его качества? Какое качество этого песка? Да, да, никто же не следит за этим, то есть просто подешевле. А почему оно подешевле? Вот. Ну, потому что это ворованное фактически. Вот оно и подешевле. А какое качество? Ну, как, ну, песок и песок, вот. А, ну, смотря где его взяли этот песок, это грунт, который, ну, может быть, загрязненный. Надеюсь, все-таки удастся навести порядок? Ну, я думаю, что если вот мы оставим эту тему на таком вот серьезном уровне, ее будем поддерживать, там, ну, есть уже, как бы, контрмеры, конечно, люди предпринимают, потому что они на этом зарабатывали, вот, и зарабатывают, потому что еще есть там движение такое, вот. Но, в принципе, мы же еще обратили внимание и то, что надо работать с теми организациями, которые берут этот песок. Это же организации берут этот песок в основном, когда помного, если в большом объеме, вот. Вот, то есть, надо им объяснить, что нельзя это делать, вот. Это же, ну, неспроста эта деятельность, она лицензируется, да, потому что она представляет определенную, ну, и опасность, и для окружающей среды, и для людей, вот. Эта деятельность лицензируется. Есть организации, которые имеют лицензию, получается еще такой нюанс, что у них, получается, их работа дороже, чем у тех, которые вот просто там копнули, здесь копнули, вот. Ну, нездоровая конкуренция возникает тоже. Нет, ну, смотрите, вроде бы факт налицо, да, незаконная добыча песка практически там, ну, в черте города, да. В чем сложность, вот, чтобы наказать тех людей, которые нарушают закон? Сложно поймать за руку? Ну, с одной стороны, сложно было поймать за руку, вот. У нас тут не было инспектора с области, сейчас есть инспектор, с ним будет попроще. Вот, с Нового года он уже, ну, прошел там определенную подготовку, он его в прошлом году приняли на работу, вот. И в этом году уже можно будет, как бы, пооперативнее работать, вот. Потому что в тот раз, когда мы с Ульянска пригласили, они не могли быстро приехать. Теперь тут есть инспектор, он будет поактивнее этим делом заниматься. Ну, есть еще там всякие тоже нюансы. Например, вот мы в районе мясокомбината Диковым сфотографировали машины, вот, значит, в городской прокуратуре пришлось объяснять, а что, а как, как мы там оказались, вот. Вот, а работали машины, не работали, понимаете, то есть вот эти нюансы тоже надо учитывать, потому что они же тоже не могут, скажем, те же отбиваются, говорят, а мы не работали, мы просто стояли. Вот, ну, как стояли, а кто тут накопал, и навстречу нам попалась машина, ехала оттуда с песком. Вот, то есть вот такие вот нюансы тоже они мешают. Ну, и просто, как бы, это не наша беда, не нашего города. Это везде такие проблемы возникают, и по области везде работали, значит, тоже вот в этом направлении природоохранные органы и правоохранительные органы. Дело в том, что, вот, например, по мосту Гау мы столкнулись там вообще с очень странной ситуацией, что там, по сути дела, это не, ну, как сказать, к местным органам власти там претензий нет, потому что, ну, эта земля, там, она не муниципальная. Это за мостом Гау. Да, да, это и дорога не муниципальная, и река не муниципальная, вот. И как бы осталось тоже, опять же, в стороне, то есть это, ну, кто-то должен за этим следить, а у него, у того, это кто-то, у него полно других проблем. И вот сейчас, когда мы сколыхнули, с ними занимаются уже и вот на уровне Следственного комитета, потому что там масса проблем всевозможных. И что все-таки делать, чтобы сохранить нашу природу? Ну, это в первую очередь воспитание подрастающего поколения, мы этим активно занимаемся. У нас есть рабочая группа по экологической культуре, которая очень эффективно работает, и в прошлом году она получила премию «Экопозитив» в Москве, на всероссийском таком конкурсе хорошем. И с этого года мы работаем с предприятиями, с экологами предприятий, и им помогаем тоже разбираться в этих всех вопросах. Спасибо вам за участие в нашей программе. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон. Продолжение следует...